Всем привет и хорошего настроения! Ну что, ребята, продолжаем с вами проходить Святые Картошки в Космосе. Так, у нас сделалось орудие Феникс. И я думаю, мы с вами поставим его вместо, пожалуй, Гарпуна. Потому что Гарпун нам сейчас здесь не особо нужен. А отхиливающее оружие нам обязательно нужно. Честно говоря, я бы еще заменил бы торпедовидную пушку. Потому что она тоже как-то уже устарела. Ну, это мы сделаем, наверное, немножечко попозже. Так, что здесь? Здесь у нас, ребята, все изобретают. Надо еще сделать одно изобретение. Наверное, эффективный щит мы поставим. Так, иди сюда, малыш. Будешь у меня делать это дело. Ну, а теперь, пожалуй, можно приступить к изучению планеты. Ну что же, давайте начнем, ребята. И первый наш враг, это яйцо, которое давно мечтало быть в смятку. Ну что же, давайте, наверное, поможем этому яйцу превратиться в смятку. Так, нет, ребят, для начала мы делаем обычно бочку. Конечно же, нашу любимую бочку. Ну, а теперь можно вполне приступить, наверное, и к разбору его корабля. Ну, давай, пафи, шмальни-ка мне куда-нибудь. Давай, наверное, в торпеду. Так, огонь. Так, огненный дождь, 680. Ну что, я думаю, неплохо. Давайте повторим. Будем добивать это оружие. Ну что же, замечательно, снесли. Так, а теперь давайте приступим, наверное, к нижнему, да? Как вы думаете? Кстати, мне не очень нравится вот это орудие, которое сверху у меня. Вы смотрите, что оно делает. Оно поджигает. Что его корабль, что мой. И мы каждый ход будем нести маленький урон по оружию. Надо будет ее как-нибудь заменить в дальнейшем, потому что это не вариант. Ну что же, осталось у него последнее орудие, которое сейчас мы и взорвем. Хотелось бы на это надеяться. Так. Ну да, в принципе, ничего сложного. Он нам дает 6,5 тысяч кредитов и сваливает во своя сеть. Ну, а мы продолжаем с вами наш путь. Второе событие и... Эй, барышня, гляжу я на вас и вижу большой потенциал в области боевых искусств. Не хотите ли приобрести самоучитель для начинающих бойцов? У меня большой ассортимент. И все продается по очень разумной цене. Всего за 19,900. Перед Кесси стоит тощий бородатый съедобный и предлагает ей несколько книг на выбор. Она задумчиво смотрит на них. Покупаем. Кесси отдает небольшую сумму чипов и берет у старичка съедобного один из самоучителей боевых искусств. Она бежит обратно. На корабле показывает самоучитель Фэй. Та в ответ только закрывает лицо рукой и вздыхает. Фэй забирает у Кесси книгу и быстро просматривает ее. Полная ерунда, Кесси. Никакое это не самоучитель боевых искусств, а просто черчеж. Хм, пожалуй, нам пригодится. Получена деталь орудия. Лерой уровня 8. Ну, если честно сказать, то мне не особо нравится этот черчеж. И я не хочу делать это орудие. И у нас опять яйцо. Видно, ему было мало. Ну что же. Бочка. Бочка это наше, как говорится, стандартное орудие. Точнее, скилл. Теперь давайте начнем уничтожать, я думаю, наверное, вот эту верхнюю пушку. Не знаю, что она пока делает. Но вид у нее не очень красивый. Хе-хе. Так. Всего три залпа. Ну что же, ладно. Вы посмотрите, как бьет мое орудие, ребята. У него просто нету шанса. Черт подери. У меня верхнее орудие скоро совсем истрепается. Ну, может быть оно и лучше. Я, по крайней мере, заменил его чем-нибудь. Так. Замечательно. Или у меня корабль имбовый с пухами. Или просто здесь враги слишком слабенькие стали. Другого варианта я не вижу. Ну, отлично. ИС что? 6400 дает и сматывается. Так же в Асфоясе. Ну, а мы с вами опять продолжаем наш путь. Кто на этот раз? Опять что-то у нас произошло. При первых же признаках близости предприятия супер-мега-прославленной сети фастфуда, бургеры большого взрыва. Фэй в пассивно-агрессивной манере предлагает остановиться у ближайшей точки продаж. Кэсси, значит, качает головой. Неужели сестрица такая обжора? Но сдается. Я возьму атома-бургер и наносоду. А для сестры супер-голостический космический набор с дополнительным соусом и большой стакан планетарного смузи с пушистиком из ограниченной серии. Спасибо. Радостно пропищебетала Фэй. Вам повезло, мадам. У нас как раз осталась последняя игрушка. Пройдите-к. А-а-а. Встревоженной кассе врубает двигателя, быстро подъезжает к кассе за углом и видит тыкву. На космоцикле и в маске. Тыква держит кассира на прицеле, требуя последнего пушистика. Голодная Фэй уже на грани истерики вопит. Пушистик мой. С единственным желанием забрать последнего пушистика, Фэй спихивает кассе с водительского сидения и срывается с места к тыкве в маске. Тыква оглядывается через плечо и маниакально хохочет, выхватывая пушистикой из руки официанта, и уносится прочь. Выкусит, кричит он, и спускает сверхузыковой удар из своего космобайка. Фэй отчаянно пытается направить корабль за ним, но удар попадает в звездолет, ащево резко, и отправляет его прямиком в бургеры большого взрыва. Во всеобщей суматохе тыквы в маске удается избежать, а КСФА вынуждены разбираться со счетами за ремонт. Ух, я тебя поймаю, порежу на мелкие кубики, тыквенная башка. Так, мы получили пушистик, но в то же время у нас отняли кредиты, и это очень плохо. И нам встречается опять бета-каротин, черный пояс. Ну что ж, давайте очередной раз его отправим... Сами знаете куда. Конечно же, в соковыжималку. Давайте приступим. Так. Шмальнем разочек. С удара, вот это пуха. Мне понравилось. Если, ребята, таким темпом пойдет у нас и дальше, то я думаю, мы вообще пройдем эту игру без особых проблем. Ну, естественно, не включая сюда боссов. Боссы это отдельная тема. Ну, а пока давайте выстрелим. Я думал, снесем, но не удалось. Ладно. Эх, верхняя пушка-то моя страдает очень сильно. Нет, давайте ничего не будем делать, просто выстрелим. Да, как раз трех орудий будет замечательно. На этот раз ему точно конец. Ну, так оно и есть. И у него осталось одно единственное орудие, которое выпускает зажигательную смесь. Так вот, значит, кто меня поджигает постоянно. А я все грешил на свое орудие. Ну что же, давайте поставим щит. Хотя я сомневаюсь, что он спасет пушку мою. Ну, мы сделаем, по крайней мере, вид, что нам не безразлично. И атакуем. Бам! Так, все, отправляем его куда подальше. У меня взорвалось мое орудие. И мы продолжаем с вами наш путь. Так, будет у нас шестое событие? Да, шестое событие нас ждет впереди. И что здесь будет? Угу. Из гиперпрыжка появляется красный корабль с явными следами сражения на корпусе. В нем сидит шатерин яйцо с таким видом, будто его только что взбили. Просто не верится, что мне удалось сбежать. Постойте, а вы кто такие? Что, это ты появился из ниоткуда? А мы просто исследуем галактику Галактика-Снежинка. Галактика-Снежинка? Вы хотите сказать, это не Буао, а Ку? Погодите, вы что, поддерживаете Ксион? Бао, что? Какой Ксион? Света, свекла, ты что несешь? Кэсси, притормози. Давай не будем волновать его еще сильнее. Вдруг он опасен. Ладно. Так, что же нам выбрать, ребята? Давай-ка свалим. Пока Кэсси и Фэй готовятся подальше улететь на корабле овощерезка, от подозрительного красного корабля, он быстро активирует оружие и нацеливает его прямо на них. Ах ты, зараза. Я так и знал, вы бойцы Ксиона, вы от меня не уйдете. Клубень правый, у этого парня не то, что не все дома, так вообще никого. Быстрее, Фэй, пора валить. А я что делаю? И что это за Ксион такой дурацкий? Кэсси и Фэй спешно улетают, но красный корабль успевает выпустить ракету им вслед, которая попадает в один из двигателей. Вот мелкое яйцо, подбил мне двигатель. Ну, мы, по крайней мере, изучили эту планету. И получили что? И получили 32 тысячи и кучу оружия, плюс какого-то пушистика. Так, у нас три дня осталось, ребята. Ну, я думаю, что нам пора с этой галактики сваливать. Как вы считаете, три дня это уже критично? Ну, я думаю, что да. Так, что мы здесь можем поставить себе на крафт? Угу. Везу ей. Огненная буря. Неужели нам придется что-то купить, ребята, с вами, а? Ну, ничего хорошего нету. Вот, посмотрите. Один хлам. Оставить что-то надо. Ну, уж точно не потрошитель. Лерой, ну, не знаю. Пероболт. Как-то я тоже в нем сомневаюсь. Все. На этом наш выбор закончен. Может, везу и сделать, а? Бьет-то вроде неплохо. Или все-таки купим в магазине. Какой-нибудь черчеж. Ну, и по нему сделаем себе оружие. Я бы, кстати, не отказался бы от такого же орудия, лазерного, которое у нас до этого было. Давайте слетаем на звездодром. А там же все разглядим и посмотрим. Все равно нам надо подлечиваться, заправляться. Два дня в запасе. Как раз купить и смотаться отсюда. Так. Ну, что же. Давайте зайдем в магазин и посмотрим. Вот эту вот пушку я бы, наверное, с удовольствием приобрел. Можно было бы, конечно, еще купить одного феникса. Но у него атака слабенькая. А вот это будет нам в самый раз. Да. Замечательно. Протонострел. Хм. Отключает щиты. Это, конечно, хорошо. Но все не то, ребята. Так. Ну что. Иди крафти. Так. Давайте ее поставим для начала. Так. Кто у нас тут хороший крафтер? Ну, иди сюда. Ой. У меня еще не хватает ресурсов. Что ж такое? 99 и... Так. Мне не хватает этой зеленой смолы в бочке. Придется ее докупать. Так. Сколько там? 50, по-моему, штук надо было, да? Ну-ка. Да. Давайте мы, кстати, с вами избавимся от лишнего хлама. Потому что у нас склад практически забит полностью. А сражаться нам еще очень-очень-очень много. Так. Давайте. Обычно мы продаем либо самое слабое орудие, либо которого у нас очень много. То бишь 2-3 вида. Чтобы не захламлять. Хотелось бы мне, конечно, продать Лероя. Ну, давайте его придержим. Мало ли что. На всякий случай. Так. Ну, вроде бы все. Можно, в принципе, ставить на крафт. Нашу лазерную установку. И, наверное, перелетать будем. Так. Где она у нас? Иди сюда. Да как так-то? Так. 38. Ёлки-палки. А я что, не купил, что ли, получается? Я сделал заказ, а его не подтвердил, что ли, получается? Вот тыквенная голова. Ну что ж, давайте. Как это я так умудрился, а? Наверное, все в спешке, в спешке. Как всегда. Ну, иди крафти. Так, у нас 53 тысячи. Так, здесь у нас освоено. Вот, давайте вот это вот, ребята, изучим. Потому что оно очень сильно нам пригодится. Обогащение тоже, кстати, пригодится. Ага. Не получится у меня эффективный ремонт сделать, потому что я уже занял все ячейки. Пускай пока это стоит, раз идет крафт. Пафия. Что с пафией у нас? Почему она у нас такая? А, ее же орудие подбили. И она у нас немножко себя чувствует плохо. Ну, теперь, я думаю, ребята, нам уж точно сейчас пора перелетать в другую галактику. Полетели. Интересно, что нас будет ожидать в этой галактике новой? Ага, прибыли. Слушай, Фэй. А. Я хотел поговорить про самоцвет твоей мамы. Как его использовать? Ты это в каком смысле? Ну, что он делает? Светится в темноте. Он вообще что-нибудь может делать? Это же самоцвет моей мамы. Он мне нужен не за этим. Но на самом деле, я тоже об этом размышляла. И мне кажется, что с его помощью можно запитать часть оружия, которую мы нашли. А остальное сделать более мощным и все в таком духе. О, вот это круто. В целом, да. Тогда можно мне... Пожалуйста, помогите, помогите мне. Принцесса Бульба. Что? Что? Кто-нибудь на помощь? На помощь. Что стряслось? Вы в порядке? Пожалуйста, помогите мне. Мне нужно кое-куда добраться. И куда вам настолько приспичило добраться? Вы вообще кто такая? Действительно. Я принцесса Бульба из галактики Укропа. Мне срочно надо найти королевские камни, скрытые в межгалактической. Кто-нибудь хочет мне помочь? Ну ты, девушка, сказанула. Что, что все в одну строчку-то? Как-то слова-то надо разделять, если честно. Стоп, стоп, стоп. Потише. Успокойтесь, принцесса. Давайте начнем сначала. Что случилось? Эм, ну, с самого начала. Попробую. Моя семья – это правящий род галактики Укропа. Мы – хранители королевских камней, которые защищают этот сектор космоса. На нас напали. Разумеется, это делорук затмения. Они решили подчинить себе силу наших камней. Родители. Они велели мне бежать и отправиться на поиски наших семейных реликвий. Мне удалось разыскать большую часть, а остальные где-то в этой галактике. Пожалуйста, помогите мне найти оставшиеся камни, прошу вас. Разумеется, мы будем очень рады вам помочь. Правда, огромное вам спасибо. Стой, Кэсси. Надо ли нам в это ввязываться? А почему бы и нет? Ей нужна помощь. Мы в силах помочь. Но мы и сами скрываемся с затмения. Тем больше поводов протянуть ей руку помощи. Мы сражаемся против общего врага. Враг моего врага, мой друг. В общем, давайте, Бульба, сообщите нам координаты и мы в 6 секунд разыщем ваши камешки. Есть одна проблема. На самом деле, я просто не знаю, где находятся камни. Молодец, молодец. Что, а как вам удалось найти остальные? Я, я чувствую их. Оказавшись рядом с камнями, я ощущаю их присутствие. Тогда нам всего лишь остается облететь все планеты, дожидаясь, пока вы почувствуете камни. Проще простого. А по мне так сложнее некуда. Так, ребята, камни укропы. Мы получаем с вами новое задание и мы, естественно, начинаем его проходить. Надо помочь Бульбе. Отправляемся на поиски королевских камней. Это что же нам, получается, надо облететь все планеты, чтобы она почувствовала их? Угу. 30 дней у нас в запасе. Хм. Ну что же, давайте слетаем на каком-нибудь из планеток, что ли. Так, подождите. Для начала надо зайти в звездодром. Так, что здесь у нас новенького есть? Укрепление корпуса. В обязательном порядке покупаем. И 17 тысяч остается. Ну и все, теперь уже точно можно куда-нибудь слетать нам. На какую планету полетим? Джинда. Ну что же, давайте на Джинду рванем. Так, 20 дней осталось у нас. Ну это понятно. Добро пожаловать на планету Джинда. Опа-на, ребятушки, у меня сделалась моя лазерная установка и я обязательно ее сейчас поставлю. А заменю я ей вот эту торпедовидную. Уж больно она уже устарела морально и физически. Так, на гарпуне у нас никого не было почему-то. А, гарпун же я поставил, а экипаж не назначил. Хорошо. Ну что же, приступаем к изучению этой планеты. Событие номер один. Хм, я чувствую это, один из камней внизу. КСФА сажает корабль и вместе с Бульбой начинает поиски. Они находят хорошо спрятанный храм и с помощью Бульбы умудряются добраться до внутреннего покоя. Вот он, один из крыльских камней. Я активирую разблокирующий механизм и он задает нам загадку. Если ответить правильно, мы сможем забрать камень. А ответить неправильно и у вас будет всего минута, чтобы убраться отсюда. Что, что за странная ловушка такая? Это испытание. Проверка на то, что у хранителя хватит мозгов, чтобы сохранить камень. Начинаем. Бзз, пожалуйста, отгадайте загадку. Что можно разбить, оставив целым? Конечно же, сердце. Знаю, сердце. Бзз, это правильный ответ. Вы можете забрать камень. Бульба осторожно забирает камень и убирает его во внутренний карман. И когда это ты успела стать такой умной? Я всегда была умной юной леди. Всегда. Королевский камень плюс один. Хм, ребят, довольно все легко и просто. Продолжаем. Так, забытие номер два. И опять что-то тут у нас. Я абсолютно уверен, что тебе не стоит это есть. Фэй входит на мозгик и причурившись смотрит, как Кэсси глотает слюнки над ярко окрашенным грибом с шляпкой в зеленых и белых точках. Почему? Как такая прелесть может быть плохой? У него наверняка чудесный вкус. Яркие цвета. Отзываются во мне песней, Фэй. Он поет. Съешь меня. Ты только представь, Фэй. Поющие грибы. Это был бы номер. Фэй обеспокоена поведением сестры, оглядывает помещение и замечает множество огрызков грибных ножек, валяющихся на полу. Где ты их нашла? И клубень тебя побери. Сколько ты уже съела? Я не знаю. Кто-то проходил чинить водопровод и типа просто оставил тут целую сумку. И я не знаю сколько. Может штук восемь. Но этот особенный. Такой красивенький. Фэй закрыл глаза. Дел глубокий вдох. Положи его немедленно. Вдохи-то поганки какие-то. Да, ребята? Накричав на Кэсси, Фэй сверлит ее взглядом. Кэсси, испуганная внезапной вспышкой гнева у сестры, послушно кладет обратно гриб с зелено-белыми точками. Космокот молнией взвивается со своей кошачьей лежанки, хватает гриб и сжирает его, как толстый прожорливый кот, которым он и является. Кэсси и Фэй в ужасе смотрят на происходящее. Кэсси гоняется за космокотом по всему мостику. Я его поймаю, Фэй. Для жирного кота космокот чрезвычайно проворен, а Кэсси все еще в полупространции. Неудивительно. Хм, в полупространции неудивительно, что на мостике выцаряется настоящий хаос. Фэй наблюдает, как они натыкаются на инженеров, спотыкаются с запчасти, ломают оружие и, наконец, сбегают с мостика в сторону кромового отсека. Фэй сосисно втягивает воздух и наклоняется. Да, была замечательная, конечно, штука Дрюка, но немножко не в тему. Отлично. И что за загадка на сей раз? Я готова. Лучше не надо. Оставь загадки для меня и бульбы. Ну, я хочу попробовать. Спасибо, Кэсси, но будет гораздо проще, если ты предоставишь это нам. Я запускаю. Бззз, пожалуйста, отгадайте загадку, что можно сбить на бегу. Хм, сбить на бегу? Что? А обязательно на бегу? Хм. Так, я, значит, думаю, что это дыхание. Хотя можно и старушку сбить, но, скорее всего, дыхание. Дыхание. Это его можно сбить на бегу. Бзз, это правильный ответ. Вы можете забрать камень. Бульба убирает камень в карманы и тихонько хихикает, глядя, как Кэсси принимает картинные позы и восхищается собственным интеллектом. Тебе просто повезло. Теперь не ты одна такая умная. Королевский камень плюс один. Ну что же, ребята, это хорошо. И меня радует, что так легко добываются у нас камни. Ага, смотрите-ка. Во мне много слоев злобы и ненависти. Это нас, я так понимаю, встречает лук. Который, видимо, хочет поплакать. Ну что же. Я думаю, мы это ему вполне можем обеспечить. Ну а пока у меня делается бочка, я вот думаю, какое бы орудие бы ему снести. Давайте, наверное, верхнее самое, да? Как вы думаете? На, получи. Ой, елки-палки, как я не заметил, что там щит. Совсем увлекся, ребята. Давайте нижний тогда начнем. И я еще добавлю. Выкуси, луковая голова. Нет. Не уничтожил, к сожалению. Так, повторим. Повторим, мать учения, как у нас всегда это говорилось. Давайте туда, в щит. Потому что щит надо тоже сносить. Так, а что, у него одно орудие всего осталось? Ну, это же просто великолепно, ребята. А, нет. Нет, да, одно орудие. Давайте все залпы именно на него. Смотрите-ка, уцелело. Ну, что же. Это пока все. Мы его убиваем. Можно было бы, конечно, и не всеми пулять. Но, на всякий случай, вдруг у меня закосят они. Так, ну что, лук, пока. Ты нам что? Ну, почти 5000 кредитов он нам отдает. И сматывается. Это было у нас четвертое событие, да? А тут, наверное, их будет шесть. Так. Опять этот... Нет, это уже другой лук. Но, тем не менее. Так, опять я вижу это орудие в виде кнопки. И вот эти торпеды меня, честно говоря, смущают. На-ка, выкуси. Промо? А с какого перепуга я промахнулся, ребята, а? А ну-ка, на-ка. По полной программе. Блин, да что ж такое? Почему я не увидел опять этот щит? Так, убрал, да, он его? Убрал. Переключил на верхнее орудие. Хорошо. В это время мы будем разносить в хлам его. Да как так? Что такой крепкий парень? Так, погодите-ка. Он поставил щит на него. Давайте-ка переключимся на верхнее орудие. Снесите, ребята, снесите. Замечательно. Хорошо сработали. Так, ну что, теперь давайте кнопку снесем. Раздражает она меня. Как раз со всех видов орудия. Шмальнем разочек. И я надеюсь, ему будет крышка. Да вы смотрите, а, уцелела. А уцелела она потому, что гарпун слишком слабенький. Кстати, моему фениксу скоро придет конец, ребята. И это очень плохо. Не дай бог, он его сейчас разбомбит, а? Нет, он промахивается. Но, тем не менее, у него очень мало жизни. Давайте поставим на него щит. И оно должно у нас выжить. Так, замечательно. Разбили мы его в пух и прах. 6 тысяч кредитов он нам отдает. И улетает. Иерихирон 8 уровня. И мы завершили изучение этой планеты. Что же мы получили с вами? Почти 19 тысяч. Как-то кисленько, ребята. 28 дней у нас осталось. Так, эта девочка у нас вылечилась. Это мы исследовали. Так, иди давай мне за пульт. Как-то будет лучше. Крафтеры должны крафтить. А бойцы должны воевать. По-моему, все правильно и логично. Так, что у нас тут? Снижает получаемый корпус умрон. На 10%. Вот это вот, наверное, надо изучить, ребята. На 25%. Восстанавливается рембригадами ремонт. Иди-ка изобретай. Угу. Давайте еще вот это вот. Погоди. Так. Погодных условий. На перемещение. Сколько там? 15. Может быть, чипы изучить? На 20% в ходе исследований. Так. Иди сюда. Вот так вот. Ну что, пока у нас вроде бы все идет довольно неплохо. Ну что, ребята, давайте перелетим космопорт. Починимся. Починимся. Заправимся. Ну и можно поставить, в принципе, что-нибудь на крафт. Как вы думаете? Орудий у нас мало. Орудий у нас не нужно. Орудий у нас мало. Заменить нечем. Заменить нечем. Так, ладно. Пускай делается у нас в Везувий. А мы, ребята, полетели с вами далее. Урта. Хорошо. Посетим урту. А сколько, интересно, вообще камней надо нам собрать? По заданию. Как-то это не написано нигде. Так, орудие у нас сделалось. И мы приступаем к изучению планеты. На поиске камней, как говорится. Давайте начнем. Так, ага. Опять яйцо. Ну, в общем, у нас стандартная схема. Бочка. Оружие. Так, это он у него под щитом, по-моему. Давайте вот это вот дальнее. Оно мне не нравится. Бам. Ну что ж, двойным попало. Джак Бискрита. Ну, тем не менее, он промахивается вообще. Все. Мы сносим его орудие. По идее, должны снести. Так оно и происходит. Ну, а теперь начинаем. Опа. А, нет. Попал. Я думал, промахнулся. Давайте начнем с нижнего. А там уже и до верхнего дойдем. Дяденыш, выжил, а? Посмотрите, какой хитрый жопый. Ну, думаю, сейчас у него не будет шансов. И осталось у него одно орудие, которое мы сейчас и сносим. И погодка такая дрянная, если честно, да? Вы посмотрите, какой-то шторм, дождь, ураган там. Или даже смерч. Все, яйцо от нас свалило. Мы получили гарпун Юпитера. Что за планета яйцоголовых, а? Ну, давайте. Начнем. Кстати, давно не видел я у нас этого огурца. Куда у нас делся огурец? Огурец. Потом, кто у нас там еще есть? Кактус. У них то яйцо, то бета-каротин. По стандарту. Смотри, что делает, а? Хочет уничтожить мой гарпун. Ну, не тут-то было. А ну-ка, выкуси. Замечательно просто. Так, остались у него две пушки. Но с довольно хорошим уроном. Точнее, у него осталась одна пушка. Которая стреляет зажигательной смесью. То бишь, он поджигает мои орудия. Ну что же, все, я думаю, он отподжигался. Бам. Так оно и есть. 5400. Кредитов мы заработали. И фау восьмого уровня заработали. А, смотрите-ка, вспомни огурца. Вот и он. Пупырчатый тоннаж. Так, а что это у него за орудие такое? Щупальцы какие-то. Меня немножко оно смущает. Потому что я не знаю, что оно делает. 746. Попал с критом, жалко не два раза. Ну, я думаю, все. Мы разобрали его, да? Да, мы его разобрали. И осталось два орудия. В принципе, дело за малым. Тем более, там всего 860, ну, 900 хп. Да, можно было бы с каждого орудия по пушке, и мы бы его разобрали бы. Ладно, огурец. Как тебе там? Зеленый дьявол. Лети отсюда. 6500 мы заработали. И продвигаемся. Продвигаемся же? Продвигаемся. Четвертое событие. Так. Ура! Еще одна, еще одна. Тогда я запускаю. Приготовьтесь. Бзз. Пожалуйста, отгадайте загадку. В зеленом доме белый дом, а в белом доме красный дом. А в красном доме доме том, полно детишек черных в нем. Что это? Почему так много домов? И детишки еще. Что за понятие имею, что это? Даже в голову ничего не приходит. Слушайте, ребята, это значит что? Это арбуз. Это еще детская-детская загадочка такая была. Да, 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 да. В зеленом доме белый дом. А в белом доме красный дом. В красном доме... Да, это арбуз. Арбуз, это арбуз, арбуз Бзз, это правильный ответ Вы можете забрать камень Да, 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 да Я ответила правильно Бульба убирает камень, глядя, как Кэсси Исполняет победный танец Фэй обреченно вздыхает Да, 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 поздравляю, пошли уже Королевский камень плюс один Ну и сколько же нам еще нужно ко мне, ребята Я вот не могу понять, хоть бы Так, ага, замаринует он меня же в моих слезах Это опять у нас Зеленый дьявол, а, ребята Ну как ему не стыдно Я его каждый раз щижу Не разбиваю его на корабль, а он меня хочет Замариновать в моих же слезах Насколько я помню, маринуют у нас Огурцы Но никак не картошку Ну что же Давайте шмальнем Разок-другой Бам Конечно, попали двойным, но без крита Хорошо, у меня работает щит, ребята Вы просто посмотрите Как он хорошо отражает атаки Не зря, не зря я его изучил Бум Как, не снес? А нет, снес, одну снес Зря ты радуешься, огурчик Блин, вот были бы у меня еще генераторы бы посильнее заряда Да, чтобы я мог палить сразу с четырех видов орудий А не с трех И цены бы не было бы Моему кораблю И вообще, я думаю, что у меня корабль имба Ибо никто его пока не может победить Сколько я уже боев сражаюсь И ни разу еще не сдался Только всех под откос отправляю Огурцомед получил я Неплохое оружие Наверное, огурцами стреляет Опять он, а? Опять этот зеленый дьявол Только успевает вооружение менять Гаденыш Так, я смотрю, у него феникс, да? Да, у него есть феникс, ребята Ну, естественно, надо и феникс сносить в первую очередь Потому что он будет отхиливаться постоянно Так Приступим Ну, я думаю, хана ему Да, орудие подбили Ну, смотрите-ка Он, в принципе, бьет-то неплохо Но это для меня как комариные кусики Потому что У меня ХП у оружия, будь здоров А Ионы там по 200-300 атаки Это практически ничто 781 ХПшка у Ионового орудия Которая, в принципе, сейчас будет уничтожена Да, так оно и происходит Почти 6000 кредитов Погода дрянная Действительно, дождь какой-то на улице Ну, я не знаю Так, и мы завершили изучение этой планеты И мы заработали Сколько с вами? 53 тысячи Ребята, 53 тысячи Нахапали оружие Просто изумительно Так, я даже не знаю, что делать, ребята Давайте, наверное Что, подождите Так, это дружественная у нас планета Она тоже неизученная Может изучить ее? Как вы думаете, а? Давайте рванем Пока у нас все терпимо Корпус целый Орудия вроде бы тоже Поэтому нет надобности нам возвращаться Добро пожаловать на планету Дзуира Так Мы уже кое-что изучили Что у нас еще есть? Так, чипы, да? Чипы есть 71 тысячи у нас в запасе Так, отрицательных погодных эффектов на корабль на 20% Стресс-подготовка, да? Эффективный ремонт Вот Вот это вот нам, ребятушки, пригодится На 30% Ха, я считаю, это неплохо Даже очень неплохо И, конечно же, давайте погодные условия Потому что, как вы видите Где бы мы ни сражались Везде То дождь То еще что-нибудь А нам надо это Как-то компенсировать Так, нет, барышня Тебя надо в медпункт Срочно Так, а здесь Что у нас есть? У нас крафтеры Ну, я даже не знаю Чудо-мастер Давайте, наверное Пускай Почему бы и нет, да? На 17% улучшенный вид оружия делать Неплохой скилл Ну что, давайте изучать Эту Планетку Так Подождите-ка секунду А тут можно выполнить задачу уже, ребята По ходу дела мы все прошли Ну-ка, давайте сделаем Ну что, все собрали? Да, теперь все Отлично А дальше что? Ээээ, родители велели мне скрыться от затмения Вот только я хочу отправиться на планету Джиджа Я хочу провести там один ритуал Ритуал? Что еще за ритуал? Это ритуал, который должен связать меня и камни Тогда я смогу использовать их силу Я понимаю, что родители велели мне найти убежище и скрыться от врагов Но я хочу попытаться спасти их Я хочу обратить силу против затмения Я понимаю, что родители хотели меня спасти и убеждали меня бежать как можно дальше Но я так не могу А без силы камней родителей мне не спасти Камни помог мне сразиться с затмением А для этого надо установить с ними связь В принципе, логично А вы уверены? Вы точно знаете, что произойдет после установления связи? Вдруг сами камни уничтожатся? Давайте на ты И нет, я не могу сказать вам точно Все, что я знаю, эти камни источник власти королевской семьи укропы Но если я хочу спасти родителей Мне так и так придется пойти на риск Угу И я готов это сделать Ну, я думаю, мы поможем тебе в этом Ну и ладно Тогда о чем говорить? Капитан Кейси Ее верно помню, что Фей спешат на помощь Я тебе неверная помощница Хе-хе-хе Мне нужно, чтобы кто-то был со мной во время ритуала и охранял меня Без проблем Можно на нас положиться? Ага Все понятно И на какую же планету она говорила, ей нужно попасть Джинджа какая-то там Джинда Джинда, я уже не помню Запамятовал Ну, а мы тем временем с вами начнем изучать эту планету Смотрю, зима у нас Все Так А теперь можно и разбирать и Сукубер Бам Ну Эх, жалко Сукубер не слег Ну, это дело поправимое, ребята Так, ну что Главное, что, ребята, мы нашли эти камни Которые нам нужно было найти И осталось теперь ей помочь в ритуале Я думаю, никаких, в принципе, проблем не должно быть Хотя я предчувствую, предчувствую Что, когда она будет делать этот ритуал На нас нападет босс Или мы будем защищать ее от этого босса Что-то в этом роде должно быть Логично, по идее, я говорю, да? Ну, это мы потом проверим Бам Смотри-ка, я еще как выжила Ну что же, ладно Получи последний залп И я думаю, на этом все Достаточно, да, наверное? На 1373 урона ему нанесем Так Эх Неудачно немножко вышло Но вот сейчас уж точно Последний залп Все Огурец, отправляйся в Асфояси Не нервируй меня Ну и желательно, чтобы ты больше не появлялся Отдавай только бабки 6000 А мы продолжаем дальше Пепел феникса Девятый уровень Неплохо Это орудие нам пригодится Ух ты Доносящиеся издалека Визги и проклятия Приближаются по мере того Как выглядывающий явно инопланетный корабль Подплывает к вздолету овощерезка Ошибки быть не может Это неимоверно знакомый звук Перепалки между двумя девушками Будущей сестрами Кэсси и Фэй слишком хорошо знают Как это бывает Им становится интересно Кто же так верещит в этом фиолетовом корабле Почему? 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 Ммм Ну почему ты не понимаешь Огурей Сюдзей Больше нет Он в банке В маринаде По кусочкам Мы еще можем Спаси его Аська Нет не можем Пока девушки продолжают Свой спор Кэсси и Фэй В некотором доумении Смотрят друг на друга Пожимая плечами И как раз Когда они решают Что лучше не вмешаться В этот конфликт Одна из странных девушек Замечает Что овощерезка Находится совсем неподалеку И посылает сообщение По голосвязи Эй вы Да вы Возьмите меня с собой Я не могу Больше оставаться Под одной Корабельной крышей С этой наивной Огурчихой Ну что же Во всяком случае Я на усмею За себя постоять Примирить их Нет давайте заберем Девушка смешно Отбывает со своего корабля На звездолет Овощерезка Кэсси и Фэй Принимают ее Настороженно И спрашивают Что это за ботва Вообще была Она просто вообще Совершенно Абсолютно Невносима Она была готова Отправиться на Эво-01 Сражаться с этим Охреневшими ангелами Тише Тише Успокойся Что за ангелы Такие И что они Вам сделали Это группа Инопланетян Пытавшиеся Захватить нашу планету Их лидер Лилим Превратила нашего Друга в банку Маринованных огурцов Одинокая слеза Скатываются По щеке Аськи Кэсси и Фэй Слышат как Огурей Что-то зловеще Бормочет в коммуникатор Ты не хочешь Оставаться одна Я права Ты ненавидишь это Да Аська Ведь так Двигатели Фиолетового корабля Ревут И он на всех парах Несется к овощерезке Огурей Анаями Становится Стеном экипажа Ооо Так Погодите Да ты прям как я Правда? Угу Подождите Подождите Нам не обязательно Сражаться Вы посмотрите Какой у него корабль И с защитой Так Интересно Сможем ли мы его победить А ребята? Так Давайте начнем Наверное С этого вида оружия Потому что Я не знаю Его Уронного Эффекта А вот эти лазеры Очень плохо Ох ты Кстати У меня ребята Гарпунчик то Вот вот И крякнет Да что ж такое Посмотрите Какой я минимальный урон Наношу ему Бам Все Нет моего Гарпуна И это очень Прискорбно Ну сейчас то Хоть разберем Елки ты палки Как же я так Продинамил Свой гарпун Вот это Да Ребята Вот это Враг Ого Так Надо что-то Срочно Предпринимать Лазер Этот тоже Ивон Ни к силу Он шпарит По мне Он мне сейчас Уже готов Снести Мою лазерную Установку Я даже Не знаю У меня Ничего такого Нету Может быть Нет Это себе Только во вред Давайте Наверное На один ход Уменьшим Атаку Его орудий Неужели мы Проиграем В этом бою Будет Конечно Немножко Глупо Зачем Мы только Согласились Ее взять На борт А ребята Ну и те Я же не знал Что так Будет Так У меня Даже еще Остается На какой Нибудь Скилл Так Давайте Попробуем Да Мы снизим Себе Атаку Точнее Защиту Но Повысим Атаку Ну А теперь Снесем Нам Главное Снести Его Орудие А там Уже Потихоньку Его Разберем Ну Замечательно Просто Изумительно Так Щит Мне мой Помог Давайте Уничтожим Сукубера А я только Пафи Вылечил И опять Ее лечить Надо Блин Я только Снес Ну Щит Нет 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 Не трогай Феникса Хорошо Щит Мы ему Снесли А теперь Давайте Мы сделаем Наверное Все таки Бочку А уже Потом Шмальнем Хорошо Вот теперь Будем Уже Стрелять Есть Снесли Сукуба Тут у него Ракетница Это Ох Ты Смотри Что он Сделал А Ну Я думаю Он за это Ответит Ну Выжила Ракетница Иваны Разрушитель Как же Он Так У меня Разнес Он Две Пушки Гарпун И Феникса Так Щит Отразил Все Хана Хана Тебе Кто-то там Эва 01 Ну что ты на это Скажешь Так Уничтожить Мой корабль Он собирается Ну я Такого Не могу Себе Позволь Ребята Давайте Сделаем Крит И Давайте Еще Сделаем Наверное Понизим Атаку Ему На Один Ход Ну а Теперь Шмальнем Как Интересно Он Собирается Меня Уничтожить А По крайней Мере Отсчет Ходов Нету Так Ну и Последний Залп Ну и Перед этим Мы сделаем Что Подстрекателя Давай 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 Делаем Подстрекателя И Бочку На Выстрел Хватает У нас Хватает Вполне Прикрыли Свою Пушку И Огонь Как говорится 720 ХП Всего Есть Мы Снесли Разнесли Его К чертовой Бабушке Что Они Скажут Мне На Это Я Остался С двумя Орудиями Как Дальше Драться Я Умань Приложу Кэсси Играет С пером А не С фэй Фланирует По улице Фланирует И На встречу Попадается Банда Космобайкеров В шипастых Куртах Украшенными Перями Кстати Короче Сейчас Байкер У меня Будет Просить Это Перо Взамен На Кольцо Ну Вы Помните Да Естественно Я даже Не знаю Соглашаться Или Нет В тот Раз Мы По-моему Отказывались Да Где Ты его Взяла Перо Мне Его Дали Да Перо Мне Нужно Для Моей Куртки Я Тебе Дам Вот Это Кольцо Взамен Так Что Мы Будем Ребята В этот Раз Соглашаться Или Отказываться Я Знаю Что Думаю Будем Опять же Отказываться Ну Что Это Он Со Своим Кольцом Уже Второй Раз Подряд Пристает Видимо Перо Нам Важнее Так Давайте Мы Отказываемся И Он Как Обычно Выглядит Расстроенным И Уходит Потихоньку И Нечего Обижаться Перо Мне Самому Нужно А Твое Кольцо Неизвестно Чем Оно Зачем Оно Вообще Нужно Если Честно Так Ладно Продолжаем А Все Изучение Закончено Ну Что Ж Все Прошло Довольно Неплохо За Исключением Конечно Того Что У нас Уничтожили Два Хороших Видовооружения Так А здесь У нас Что Мы Должны Кого То Уволить Вы Представляете Ребята За то Чтобы Взять Огурей А на Яме Мы Должны Кого То Уволить А у Меня Ребята Все Раскачанные Наверное Наверное Придется Огурца И Увольнять Жалко Мне остальных Всех Да Пускай А нет Мы еще Никого Не уволили Огурца Увольняем Ну Что Такое Это Как А Вот Уволить Уволить Да Продолжить Да Я Собираюсь Уволить Огурея Ну На этом Ребята Я Буду Заканчивать Этот Выпуск Всем Спасибо За Просмотр И Мы Увидимся С вами В Следующей Серии Так Что Подписывайся И Не Пропусти Всем Пока Субтитры Субтитры